Мне так нравится, когда пишут, вам хорошо, вы в деревне живёте. Я так смеюсь, да, думаю, действительно в деревне живём. Там же написано, вот мы в городе живём, а вы в деревне, вам... Да, мы тоже так же думаем, как вам хорошо, вы в деревне живёте, ой, в городе, а мы-то в деревне. Мы же тоже городские. Городские цветы. Городские цветы. Это моя любимая была песня, стояла у меня на телефоне. Все её слышали. Ну, когда у неё телефон где-то запоёт, особенно на работе, и все начинают петь. А к маме как-то приехала, она у меня заиграла, она такая говорит, ой, ну подожди, не поднимай трубку, дай послушать. Я говорю, да я тебя потом включу, мне же ответить надо. Ой, да, хорошо, говорит, вспомнила я. Городские. У меня долго она, кстати, стояла, потом что-то поменяла. Телефон так, и трек поменялся. А помню, у меня был трек. Валенки. Ой, как же начинался-то. Про валенки-то. Валенки не подшиты старенькие. Эх, валенки, да не подшиты старенькие. И, короче, я прихожу в больницу. Вот я прихожу к терапевту. Она такая женщина хорошая у нас была, пожилая. Весёлая такая всегда. Ну, она мне говорит, ну давай это, проходи. Раздевайся, на чё жалуйся. Ну, я такая разделась, сумку положила. И у меня как запоёт там этот, валенки, да не подшит. Она, подожди, перезвонит, пусть поиграет. Так приятно, говорит, было услышать. Я говорю, она говорит, так хорошо. А мне долго не стояли валенки. Музыка нас связала, да? Что-то нам там навязала. Кого-то там подослала. Сейчас я вам спою. У меня иногда, я бывает, как запою ещё и стихами. У меня так глаза все открывают. Это чё это такое было? Или кто это написал? Я говорю, сама только что придумала. Нифига себе. Я иногда так, так вот, где-нибудь общаемся. И приказываюсь девчонкой. Да я, конечно, пою чё-нибудь. Нифига себе. Она ещё и песни поёт. Ой, пишет стихи. Мне иногда прям, знаешь, как включится. Я-то могу целый этот, это, поэму прочитать от собственных слов. Я сама даже удивляюсь, откуда это у меня. Наверное, у меня дед кто-то был Пушкин. Кстати, я была в Михайловском, в поместье у Пушкина, где он любил отдыхать. Ну, я вообще была полностью на всей этой территории, где он тусовался, где до или у него проходил. Ну, всё, на экскурсии была. Всё видела. Всё знаю. Мне очень понравилось. Сейчас оно всё осовремененное. А тогда ещё оно было не такое современное. Вот сейчас показывали по телевизору. У-у-у, и пластиковые окна вставили. А там ещё деревянные старые окна стояли. А тут пластиковые окна. У-у-у, что-то не то уже. Короче. Ну, что там, про музыку ты говоришь, да? Про музыку, которая нас связала. Музыку мы очень любим. Нет, реально, мы хорошую музыку любим. Мы любим душевную музыку. Очень любим бардовскую музыку. У нас в семье, сама знаешь, какие. Мон, Юлька едет, когда слушает. Эх, вы кони! Нет, про это Высоцкого слушает Юлька. Да, ей это приходится. Ну, папа любит у нас Высоцкого. Уважает. Ой, я помню, у нас папа в молодости. Он же тоже Высоцкого любил. Ну, тогда в 80-х многие Высоцкого любили. И многие слушали. И вот он как выпьет, врубится у Высоцкого. Весь подъезд слушает терпеливо. Ой, я не забуду эту песню особенно, как и про этого, про жирафа. Мы ее наизусть знали. Мы ее наизусть знали. Самое интересное, мне так нравилось. Папа наш выпьет, придет, ляжет на постел, уснет, врубит Высоцкого. Ну, и спит. А мы слушаем детвора. Мы все песни знали Высоцкого наизусть. По крайней мере, которые вот часто вот на пластинках были. Да, это... Не, ну, хороший был, конечно, и актер, и певец. Ничего не скажешь. Нас папа, по-моему, очень любит. Уважает. А так мы в основе, если касаться вот такой общей музыки, конечно, любые любим. Любые, это наши любимые. Любые, конечно, мы очень любим слушать. Мы все песни любые знаем. И мы много других слушаем, конечно. Бардов очень многих слушаем. Авторских песен. Ой, у нас всегда музыка, да, я ведь? Мы всегда музыку слушаем. И музыку, и танцуем, и веселимся. У нас это дело обязательно. И в дороге у нас всегда музыка, да, я ведь, когда мы ездим. У нас всегда музыка. Мы такие люди, любим музыку. Поговори со мной, мама. О чем-нибудь поговори. Мне папа всегда так пел. Так он любил Толкунову. Вообще прям обожал. Ну, вообще хорошая певица, конечно. Это просто действительно замечательная певица была в свое время. Так жалко, такой хороший человек. И вот у него рак был. Умерла. Ты прекрасно знаешь, что у нас папа Андриана Челентан только любит. Только? Ой. Ему больше ничего не надо. Он вообще-то по итальянцам сходит с ума. По итальянцам он сходит с ума. Не, ну, может там... Я вот, допустим, могу джаз послушать. Иностранное что-нибудь. Какие-нибудь мелодии инструментальные. Ну, вот так вот сказать, чтобы что-то нравилось и с певцом в 90-х. Там же своя была атмосфера как бы. Музыка, своя атмосфера. У меня, кстати, от возраста менялся интерес. А, кстати, от возраста все меняется. И вкусы, и интересы, и все. И вот если, допустим, молодая, я с удовольствием слушала рок, что самое интересное, да? Очень любила рок молодая. То в молодости мне больше нравилось, допустим, ну, более старше попса всякое нравилось. Ну, как бы вот все же еще зависит от того, с кем ты общаешься, в каком обществе, и что ты слышишь. Да, слушали попсу всевозможную. Ну, а что еще было слушать? А вот сейчас уже больше народные песни мне нравятся. Я больше народные слушаю. Мне как-то они более в душе. лежат. Классику больше слушаю. Больше нравится классика, конечно. Любая, хоть попса, хоть народная, хоть какая. Ну, а какая песня нравится больше всего, которую бы ты послушала? Да, чтобы музыку-то не слушать, вот, которую часто мы слушаем, а тут когда в поездках, и она сейчас мне нравится. Нравится? Я ей не скажу, у Дюна песня мне нравится. А, у Дюна тебе нравится? Ну, Дюну мы тоже уважаем, нам нравится. Мы слушаем всегда ее. Старые песни у Дюны, да. Мы тоже прикалываемся, потому что она так в настроении. Мы тоже их слушаем. Ну, вместе же ездим. Вот и слушаем. Ну, все от настроения, ну, время, конечно, все меняет. Когда ты стареешься, у тебя другие вкусы, другие интересы. У некоторых, конечно, сохраняется любовь вот навсегда. Вот у меня знакомая, она Шатунова обожала белые розы. Она вся говорила, мне ничего не надо, только белые розы включите. Вот она блеяла по этим белым розам, просто блеяла. Как бы, ну, мы в молодости тоже любили их. Я тоже слушала, и тоже молодая слушала. А у нее прям вот, она вот, прям сходит по ним с ума. Кстати, настроение тоже влияет на музыку. На желание слушать что-то. Хочется что-то поспокойнее послушать. Да, у меня было такое вот, недавно, когда у нас было неприятности в жизни, я обычно всегда музыку слушаю. Я всегда хожу с наушниками. У меня постоянно в ушах музыка. Я люблю очень и дела делать с музыкой, и работать в наушниках. У меня всегда музыка. А тут, когда вот случилась вот эта беда, слушай музыку, и мне так противно. Я не знаю, мне так противно. Я прям не хочу ее слушать. Прям вообще не хочу слушать. Да, вот песни, которые у нас веселые, есть в дороге? Ну. Многие, которые мне вот нравятся, вспоминания эти все нахлывают. Не хочется слушать, да. Сразу же. Потому что ты ее слышала в период тяжелого положения, да? Я тоже так же мне. Ну, главное, не вникать. Я стараюсь, конечно, не вникать. Мальчик нравился, не замечал меня. Лягу, музыку включу и плачу. Ну, а что, все же девушки так. А ты думаешь, одна такая была? Многие девушки так. Включат музыку и плачут. Думай о мальчике. А мальчику вообще пофигу. Да, да. Мальчику вообще по сути пофигу, что там девочка плачет. Ну, влюбленность, кстати, у девочек раньше приходит, чем у мальчика. Самое интересное. У влюбленность. Мальчишки, они как-то позднее влюбляются, чем девчонки. А у девчонок там быстрее как-то влюбленность приходит. Поэтому как бы и страдаем мы чаще от влюбленности. Ну что, мои ароматики готовы.